друзья всем привет вот значит пришло время обслужить мотоцикл так как у меня гаража нет вот это такой у меня гарден в моем распоряжении вот поэтому мелким ремонтом я могу заняться но сегодня погода вот персики растут да персики растут вот виноград вот яблоки орехи все здесь есть слава богу вот но погода вот-вот клеванет дождь поэтому я сильно не буду так сказать увлекаться ремонтом поэтому я сегодня только поменяю масло солью старое залью новое вот значит вот так вот у меня масло я покупил он доска не знаю там фильтр топливный фильтр да еще я хотел значит в планах но это наверно завтра будет поставить этот топливный фильтр на топливный насос вот у меня и значит да вот и поставить вот эти воздушные фильтры так как пришло время значит пробег сейчас я покажу пробег так как я не очень дружу с цифрами как бы вот эту аналитику я пытался вести точно когда поменял когда резину когда что ну то терял записи то короче забывал записать вот и поэтому мне пришла в голову идея если я буду снимать видео и видео это буду показывать то я всегда могу отмотать и посмотреть на каком пробеге что я делал вот весна сего этого года 20 началась у меня на 13 тысяч километров 13 тысяч километров ну я как раз поменял масло вот сейчас начать у меня сейчас у меня что сейчас у меня вот 23 23 300 до 23 тысячи 13 10 вот ну еще плюс это осенью я проехал тысячу короче как раз выходит где-то 11 12 тысяч я проехал на этом масле вот поэтому пришло время его менять и как раз 23 тысячи это замена воздушных фильтров они меняется раз 24 поэтому все как раз по пробегу все идеально подходит и поэтому значит вот так ну и все ну а завтра я значит тогда уже поснимаю немножко будут залезу в бак симптомов один симптом у меня был но как бы жара была и бензин у меня кончался я ехал на резерве оставалось километров я не знаю 30 может 20 счетчик показывал ну где-то около литра на полтора было в баке и я подъезжал заправки у меня так друг заглох опа чик завелся я подъехал еще вот один был такой эпизод вот мы знаем что адвенчуры там у них какая-то пыль но я вот подозреваю что все таки это дело не в мусоре который плавает в баке а дело в том что этот как-то завоздушивает завоздушивает вот этот топливный насос когда бензина мало я так предполагаю он как бы раз хватает воздуху это знаете как помпа работающая в аквариуме вот у меня аквариум дома есть бывает так вытащишь ее обратно и и вставил воду она под водой находится но воздух туда попала она так холостую крутит не не качает вот примерно на на что-то такое происходит с этим насосом но раз я уже купил эту ерунду я бак осмотрю тем более я буду снимать воздушный фильтр придется пластик снимать и заодно проверю это все дело если это будет доступно то я поменяю если нет тогда оставлю когда проявится это неисправность можете не проявится в общем завтра будет видно вот наступил новый день я продолжаю обслуживание свою мотоцикл значит вчера я поменял масло до поменял масло и там подтянул цепь осмотрел его но произошел небольшой косяк с моей стороны прошлый раз когда я масло менял это было на ну скажем так на 12 тысяч километров я вот здесь крышечка в этой крышечке такой о ринг ну такая резинка кольцо резиновая и я когда это установил я его зажал это кольцо и она отрезалась вот поэтому кольцу это кольцо короче говоря сейчас абсолютно не держит и поэтому вот у меня здесь вот я проехал но в общем видно потеки масла я съездил магазин но у них этого кольца не оказалось они заказали и теперь только через дня три-четыре я приеду поставлю но бежит масло не критично так чуть-чуть сопливит поэтому я думаю ничего страшного значит сегодня по плану у меня поменять воздушные фильтры да и значит вот с баком вот попробую я поставить значит фильтры на топливный насос и так продвигаемся дальше надо сказать что первый раз я снимал пластик когда я устанавливал вот эти противотуманки вот и надо сказать сейчас все пошло прям как по маслу то есть уже знаешь где какие клипсы и с какой стороны начинать значит пластик весь отстегнул и с этой стороны вытаскиваешь здесь вытаскиваешь и в эту сторону его воешь и он отлетает легко вообще без всяких проблем значит сейчас я все-таки решил снять бак потому что вот тут вот открывается и вот он одним болтом крепится в принципе и такой на салазках такой стоит вот поэтому я сниму бак и заменю займусь фильтрами у меня будет открытый доступ вот трубка я ее ни разу не открывал вот она пустая это очевидно наполнено но мы сейчас проверим сколько там масла вот ну пока все пока все нормально итак я значит снял бак вот он вот и снял крышку воздушного фильтра фильтр выглядит вот так в принципе я бы не сказал что он довольно грязный но уже до пришло время уже менять как раз 24000 вот вполне достойно выглядит крышка здесь такие вот узоры вот завихрение нарисовали в общем сейчас открою ту сторону вытащу фильтры и буду устанавливать новый и первый этап будет закончен теперь я понял для чего вот эти вот отверстия это чтобы оттуда засунуть и так вот палец и проверить зафиксировать вот этот вот шланг вот зафиксировать его крепление вот значит фильтры это родные оригинальные после 24 тысяч пробега это вот я буду ставить от google атех google атех или как там вот и значит я обработаю вот этим маслом вот я не специально покупал его я имею ввиду каутен фильтры это просто у меня из старых запасов осталось так как у меня на легенде стоит каутен фильтр я покупал вот этот наборчик и сейчас я обработаю маслом эти фильтры и установлю на место вот фильтры установлены вот приняли они такой очень красивый розовый оттенок вот с этой стороны и вот так вот с этой стороны сейчас я закрываю крышки и займусь баком так вот как мы можем видеть здесь скопилась грязь да этот типа похоже на лак какой-то вот что-то в этом роде и вот так выглядит фильтр бензонасоса вот я установил вот этот фильтр тут была с ним шайбочка вот она здесь мне показалось что ее нужно именно сюда одеть чтобы вот этот фильтр он не выпал но он и так не выпадет но в общем я не знаю она была в маленьком пакетике я сюда вот нахлобучил вот так выглядит фильтр и сейчас мы туда все это ставим соберем и все ну шо вот и все мотоцикл собран все нормально работает я его завел все хорошо будем ездить и смотреть так друзья значит сегодня 12 сентября двадцатого года ну вот наступает осень погода просто шикарно она вообще не осенняя вот если вы посмотрите чуть-чуть тронула желтизна листву но тепло я сейчас стою я не знаю градусов на на 25 сегодня сентябрь вот и вот но осень как говорится всегда время подведения итогов значит после технического обслуживания которое я провел с мотоциклом я поехал домой да и вдруг почувствовал что как-то мотоцикл стал ехать лучше просто вроде как тянет лучше как-то все так работает лучше я так удивился сначала но потом подумал что знаете есть такое как бы на подсознательном уровне где-то вот бывает машину помоешь пропылесосишь и поедешь с этого места мойки и кажется она едет лучше да ну вот примерно такой же эффект очевидно я ощутил но я поехал домой и в принципе думаю ладно пару дней поезжу понаблюдаю если я об этом забуду значит она так и есть но я уже с того момента наездил 500 километров я не знаю сколько по времени прошло но в общем я каждый день езжу на работу это 25 туда 25 обратно на мотоцикле и это чувство меня до сих пор не покинула то есть однозначно теперь могу сказать что мотоцикл стал ехать лучше не принципиально конечно что прям там такой значит мощность там появилась какая-то которая не было нет но газ стал работать острее как-то вот чуть-чуть он стал более отзывчивый на газ и вот мне кажется что даже выхлоп выхлоп стал более какой-то такой четкий что ли вот я подумал что могу повлиять на это я сделал три вещи поменял мотор маслом в двигателе до моторное масло поменял воздушные фильтры и собственно вот топливный фильтр на топливном насосе но масло конечно повлиять так не может воздушный фильтр до воздушный фильтр возможно дали какую-то прибавку двигатель задышал вот но мне кажется что это процентов я не знаю но даже если бы это так процентов 5 добавила вряд ли я что-то там почувствовал поэтому я склоняюсь к тому что это как раз вот именно вот этот топливный фильтр который был он очевидно может быть его пропускная способность как-то была ниже чем чем положено или может быть давление топлива которое создается перед форсунками было может быть там на какое-то значение меньше вот но я думаю что именно вот в этом вот в этом есть причина причина вот это появление вот вот этого эффекта и сейчас я хочу открыть вот этот фильтр который содержит активированный уголь да и посмотреть что же там такое почему этот именно так так вот значит вот этот фильтр сейчас мы посмотрим что там есть так значит ну это такой экранчик чем мы его разрежем на на посмотрим что там правда шелуха какая-то летит разрежем так ну и шо я никакого тут активирована угля нет я думаю тут активированный уголь какой-то это просто вот сетка и такой значит материал какой-то да там вот такая штуковина я думал он черный думал там активированный уголь еще думаю нафиг он там нужен этот уголь тут его надо очищать от механических каких-то вещей он уже не для того чтобы его пить это то чтобы он угорел а не это тут так все нормально ну вот вот там сыпется шелуха но я не знаю вот и все в принципе тогда не знаю хорошо видно вот не вот сквозное отверстие тут это как бы даже если здесь заткнуть то будет через эти насасывать ну вот наверное все таки вот я думаю что наверно все таки он немножечко возможно имеет какое-то сопротивление да и происходит некое завоздушивание ну я все-таки склоняюсь вот к этой к этой мысли что именно это так дело в том что у адвенчера и бак немножко другой там дренажные трубки проходят по-другому другой объем да возможно может это зависание топлива происходит именно поэтому или как-то трубки сделаны несколько иначе длинные вот ну что еще может быть ну пробка бензобака но она как и на простой африке поэтому если на простой ничего подобного не происходит ну вообще странная такая фигня друзья ну что я могу сказать по поводу вот своего мотоцикла он мне нравится еще больше то есть я просто просто прирастаю к нему и вот спустя 24 тысячи километров он поехал еще лучше просто шикарный вот но я нашел пару недостатков ну таких маленьких сейчас я покажу значит вот мотоцикл можете посмотреть сами вот цепь значит о недостатках вот смотрим сюда вот 23 797 вот значит 32 градуса сейчас ну ну пусть сейчас но около 30 это точно и так ну вот этот пробег да допустим читается очень неплохо если мы сейчас перейдем вот здесь видите 379 это я проехал сейчас после последней заправки 375 километров точка 9 да и вот этой точки не видно во первых во вторых я считаю что вот эта последняя цифра должна быть меньше размером вот тогда это будет считаться когда сидишь читаешь и ты как бы ты даже бывает не не можешь понять какой у тебя там включен общий пробег или там в общем вот это читается очень плохо то есть не надо было или вообще вот эти десятки десятки убрать или сделать эту цифру меньше вот это первый недостаток который мне не понравился потом значит вот эта планка да это чтобы переместить она тоже слишком маленькая да и вот смотрите да вот она переместилась вот вот сюда ее здесь не видно абсолютно то есть как бы тебе надо пройти 1 2 3 круга чтобы она действительно остановилась то есть это вот тоже такой недостаток чтобы если ты на ходу поменять тебе как-то режим тебе короче надо внимательно смотреть где она там мелькает на каком месте это сейчас хорошо да солнце попадает прям сюда светит и она отображает а так не всегда хорошо видно вот этот недостаток да вот это вот штуковина вот сюда она перешла здесь мы там выбираем тут вроде все нормально тут нормально я никаких претензий да но вот из-за этой палочки да как ее назвать ну потом значит тахометр тахометр тоже читается не очень хорошо ешь как-то не всегда его видно да там температура воды тоже так спрятано вот топливо нормально показывает значит тут чё у нас тут значит да ну это это чё у нас получается средняя скорость на сорок семь пять и один этот расход девяносто три километра осталось у меня проехать на баке да но видите здесь уже моргает и что еще а проехал я 375 да вот общий пробег вот сам по себе значит кто он дрейдс альмесер тахометр тахометр он в принципе на автомате то и не нужен но как-то читается вот он так слабоватенько а и еще что мне не нравится да это значит переключатель поворотов так все корректно нормально никаких проблем но в африке они переделали сделали такое по моему джойстик он так чисто раз фиксируется но это не принципиально не нравится то что он сам отключается слишком рано на мой взгляд вот потому что здесь вот особенно на автобанах развязки такие длинные ты заранее включил поворот подъезжаешь уже к перекрестку он раз у тебя потух то есть это я сталкиваюсь с этим постоянно мне приходится два раза щелкать постоянно об этом думать вот хорошо бы было если он вот эта продолжительность самоотключение она регулировалась я не знаю может быть такая настройка где то есть вот но я не знаю вот я не встречал чтобы продлить если есть то прекрасно вот хорошо бы если кто-нибудь написал если она есть если нету то теперь значит по резине вот значит что я могу сказать она прошла сейчас 24 14 8 10 тысяч километров состояние вот видите вот перед перед еще лучше сперед вообще как бы вот как будто вчера вот 10 тысяч километров и вы знаете у меня вот когда у меня стояла родная резина оригинальная то я поехал тоже в турцию где-то порядка 7000 я проехал глянул на резину и у меня такое было ощущение елки-палки не боюсь не хватит до конца похода здесь та же самая история я проехал 5000 примерно километров глянул думаю елки-палки мне еще на следующий год можно на ней ездить и ездить поэтому износостойкость шикарно держит дорогу прекрасно то есть и ну у меня просто нет претензий к этой резине абсолютно она не шумит ну можно сказать что перед немножечко так есть шум но вы знаете это меня вообще это как бы я его не замечаю я лично мое мнение следующую резину которую я буду покупать именно эту это абсолютно универсально и очень хорошая резина речь идет michelin anaki adventure вот и все еще я хотел буквально там пару минут порассуждать насчет темы по поводу бескамерных бескамерных шин на африку вот это лично мое мнение начнем с того что в чем преимущество бескамерной резины в том что ее можно очень быстро отремонтировать если у вас прокол то вставляете штуковинки штуковинки такие да жгутики вот кстати я сейчас покажу у меня есть специальная такая штуковина которая вставляет вот эти грибки да я купил ее natura tech тоже вот ну я и раньше такой не видел но я покажу и все в принципе да вот это в этом преимущество то заканчивается ну сопротивление качению меньше там но это я думаю вообще не актуально для мотоцикла поэтому в принципе вся проблема в том что те кто хотят перейти переделать значит спецованные колеса камерные шины бескамерные именно чтобы случай прокола быстро отремонтировать вот вот я берут последний отрезок 20 лет до за 20 лет я проколол только один раз заднее колесо на мотоцикле дороге вот ну как бы встречается да но если учесть что это довольно редкое явление так относительно да то вроде как и незачем вот но если бы не было недостатков если бы это было только преимущество то я думаю что вообще проблем нет купил специальный ремкомплект сделал колесо обул бескамерную резину и ездить заменил туда-сюда но у нее есть еще все-таки бескамерные резине недостатки на мой взгляд да ну я имею ввиду взять если переделку обода ну во-первых обод не не имеет такого буртика до специального который есть на бескамерных ободах для того чтобы ну в случае падения давления там критического кого-то да покрышка не съехала то в повороте не съехала в общем да вот от обода не отделилась и воздух не вышел если будет воздух то естественно она моментально упадет давление воздуха и она может разбортоваться колесо потому что именно что в этом то опасность то есть камеры воздух быстро выйти не может она если она не разорвалась там внутри покрышки поэтому то здесь получается какой недостаток то что нужно контролировать всегда давление и вроде бы не ничего здесь такого нет можно поставить там эти сенсоры такие которые показывают но опять же вот я для себя думаю так вот я ей еду по гравийке до очень остановился спустил давление но я знаю что она допустим через 30 километров закончится и пойдет опять асфальт да такие участки встречаются я абсолютно знаю это и вроде как может быть и не спускать давление тогда тоже сейчас опять на асфальт выскажу но ехать получается как бы не очень приятно в камерной же как в камерном варианте я спускаю давление там понижается полтора очка даже 1 и 2 можно спустить если сильно не винтить то никакой опасности в этом нет вообще спускаю еду спокойно вылетаю на асфальт да и в принципе потом я думаю да сейчас еще 10 километров асфальта потом опять гравийка пойдет я могу и по асфальту на низком давлении ехать и особо не понимаете у меня голова не переживает о том что вот значит я на асфальт вышел давление низкое там где-то в поворот мотоцикл опасно ложи вдруг съедет покрышка и там вот эти все думки зачем они нужны поэтому вот если вы я считаю если вы ездите вот примерно в таком стиле да вот тогда переход на бескамерную шину ну именно для того чтобы возможный прокол быстро отремонтировать но у меня моей практике был тоже один случай с нами ехал на грессе парень вот и мы ездили вот на стеллу альпину и там дальше там такие булыжники мы там я на тенерке еще тогда был хорошо отжигали газовали там по таким этим ну гс шел просто шикарно прекрасно и потом уже возвращались домой туда на кемпинг с гор спускались и у него упало давление он остановились все нашли дырку не дырка порез то есть где-то он на камень налетел и просто разрезал вот у нас еще было три дня где-то мы планировали там по перевалам поездить но на следующий день естественно а вечером мы заклеили жгутиками утром встали спустила потому что там был такой порез и значит вот этих в кромках воздух все равно выходил он говорит ладно я сейчас езжу быстро в этот в городок может там перри перри будет новую резину в городок приехал это во франции было там нету резины только дорожная такая прям ну совсем дорожная ну что делать пришлось ему покупать вот это дорожный баллон и он сказал ребята с вами я не поеду а поеду уже домой но такая ситуация была поэтому из этой ситуации можно выйти как возить собой камеру тогда получается вообще-то для чего весь это сыр-добор но опять же это я повторюсь это лично я для себя так делаю мне не составляет труда особо разбортовать колесо конечно это совсем другая работа да по сравнению чтобы вставить вытащить жгутик накачать и поехать дальше ну как бы я пока не вижу я для себя так усвоил если я попаду в какую-нибудь ситуацию где знаете бывает так вот но это не дай бог конечно каждому день оживлен оживленная магистраль колесо проколол туда-сюда и там некуда там приткнуться где-то там нашел карманку это там борту и ждать тут я согласен была бы без камерка проблем нет ну я не знаю в принципе как бы всегда можно выйти из этой ситуации но опять же вот с точки зрения логики получается что вот и также есть еще проблема без камерки это гнутая обода получается переднее колесо только камерная до задняя бескамерная ну да как компромиссный вариант на него пойти можно если вы редко съезжаете на грейдер и не хотите там отвинчивать по грейдеру ну можно перейти на без камерку и в принципе часть проблем решится и как бы все нормально вот поэтому кстати про бескамерные шины я первый раз своей жизни столкнулся с бескамерными шинами на мотоцикле в девяносто пятом году когда я купил себе мотоцикл фараон да о нем я уже говорил я даже и не подозревал я на нем была резина все 17 размер спецованные колеса такие золотые обода да я кое-как нашел там в те времена тоже 17 размера немножко узковатый был так там 4 с копейками ну такой немножко с протектором взял ее с собой мы поехали в алтай там горы кошагачи был последний такой пункт и потом мы пошли вообще далеко ну я разбортовываю думаю камер тогда не было 17 взял и женскую камеру на всякий случай думаю ну а ты же если чего можно вставить ничего страшного как вариант сам думаю вытащу родную камеру и заборту и в новую покрышку разбортовые что вы думаете камеры нет я такой я первый раз увидел думку как нету куда она думаю нифига себе вот я там две монтажки и насос велосипедный думаю что делать ну вот качать естественно не накачался то что надо давление резко но я все равно вышел потому что обод был для бескамерных шин там был вот этот как раз такой выступ я короче вот так вот постучал эта покрышка немножко раздалась она виды заскочила по по всей поверхности туда и я сейчас не помню конечно насосом ли качал или там компрессор может у кого-то был даже не вспомнил но до насос взяли такой машины большой постарался быстро быстро раз раз там как-то давление создать и тык она закрылась закрылась и я накачал и вот это 80 мотоцикл был 1985 года выпуска спецованные колеса до эндуро 2117 размер поэтому поклонники бмв которые говорят о том что бмв впервые применила бескамерные шины на спецованных колесах что такое я слышал что типа вот они впереди планеты всей это неправда honda уже давно это делала потом они ушли от этого видать я не знаю какой причине вот но так что но вот это такое мое мнение так попробуем теперь резюмировать значит переднее колесо для эндуро я считаю что обязательно должно быть с камерой и проблема здесь в том что можно легко погнуть обод даже не обязательно это плохие дороги можно по асфальту такому ехать и где-нибудь налететь на ступеньку на пункте или на яму с резкими краями с такими и погнуть обод и тогда вероятность того что у вас пустит колесо до довольно высоко поэтому переднее колесо с камеры с камерой да идем дальше по логике значит вам нужно возить с собой монтажки вам нужно с собой вести ну запасную камеру или по крайней мере аптечку с этими сладками ну и уметь конечно бортовать да тогда получается вроде и заднее колесо раз вас инструмент собой аптечка с собой взять запасную камеру для заднего колеса и в крайнем случае немножко по выделываться и забортовать заднее колесо вот но в любом случае да в принципе как бы 10 50 на 50 я думаю что в зависимости от того если вы не хотите заморачиваться монтажом до или там проколом можете заднее колесо сделать бескамерным вот если вас то не смущает я думаю что тогда нет смысла переходить на именно вот в этом варианте я думаю так что я для себя отметил что я возможно когда появятся поддержанные обода от новоафрики двадцатого года может быть я заднее колесо куплю уже и тогда уже проблема это устранится бескамерное колесо бескамерный обод вот этот я оставлю 100 процентов вот поэтому поэтому вот так 8 на самом деле на самом деле это не осень это как бы в россии в россии принято так что осень начинается 1 сентября а в германии у немцев осень начинается связь с осеннего равноденствия это будет 20 примерно сентября вот 20 сентября начнется уже осень так что сегодня еще лето и а да вот я хотел показать вот этот наборчик сейчас так вот его название ну может быть оно известно но я как-то случайно на него наткнуться тут инструкция последовательность как это делать . так короче говоря значит вот такая конструкция мне она очень понравился я уже ее использовал прекрасно все работает значит ну понятно да прокол вытаскиваем зачищаем этот прокол дальше вот такое шило берем так сюда вставляем закручивается это шило вставляется в этот прокол так до конца туда все она там зафиксировалась выкручиваем эта деталь остается в покрышки сумку насквозь покрышка проткнута затем сюда вставляется такой грибок я сейчас не буду вытаскивать вот они грибки готовы по резиновый грибок сырой резины вот сюда вот так вставляется туда да потом это торчит в покрышке вставляем вот эту закручиваем плотненько и при помощи шестигранника этот грибок туда вталкивается он отсюда вот выскакивает получается он этим грибком туда выходит да вот здесь вот так покрышка ну вот здесь рисунок вставляет сюда и потом просто так и выдергиваешь бог торчит и здесь даже еще есть в наборе ножичек отрезаешь все вот здесь наглядно видно вставляешь сюда сюда закручиваешь все а за грибок там подтянул его чтобы он поперся с грибком туда или вода вставляем сначала грибок сюда прокалываем сюда вытягиваем и кончик обрезаем все прекрасно работает идеально вот ну вот пожалуйста такой комплект можно с собой возить для бескамерной шины хорошо надо выпустить так ну такое дело значит сделаю небольшой анонс еще как там называется анонс вот кстати да две легенды стоят эта легенда безусловно но это настоящая легенда вот тут мы эта машина теперь моего сына мы сейчас помыл помыли фильтр здесь вот помыли фильтр сейчас мы его поставим на место и вот еще один моментик вот машина стоит вот так это мы сделали чисто для того чтобы посмотреть выхлопную систему мы хотим я маленько затюнить и делать чтобы он немножко звучал хотя бы немножко звучало то вылазить просто выходит чуть-чуть никого нет спар и все вот так что вот так ждите все будет на канале и и Субтитры сделал DimaTorzok